И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет разговорного формата по поводу одной очень интересной темы, которую мы сегодня затронем, поговорим. Не удивляйтесь, что тут какой-то Ярика аккаунт катается, у меня просто не было вчера особой возможности полетать, позаписывать фрагменты с тестового сервера. В общем и целом, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня речь пойдет о том, что уже в ближайшее время будут изменения у нас в матчмейкинге, соответственно будут изменения как по мне в лучшую сторону, эксперименты как я понимаю продолжаются и уже прямо сейчас на тестовом сервере тестируется, как я понимаю 16 на 16 матчмейкинг, Но я для себя наверное понимаю, что 16 на 16 на основных серверах делать это крайне глупо, поэтому я предположу, что тестируется 12 на 12. 12 на 12 матчмейкинговые бои с обычным количеством здоровья, то есть без вот этих вот дополнительных x2, что у нас сейчас как бы предлагают. И я смотрю на эту ситуацию довольно таки с хорошей, позитивной точки зрения, все таки для меня 12 на 12 при обыкновенных хпшках, обыкновенных там баллонах и прочих вещах выглядит крайне заманчиво. То есть вы понимаете насколько жесткий фарм будет 12 на 12, насколько жесткое мясо будет в катках, ну и понятное дело динамика. Все таки с увеличенным здоровьем той динамики у нас сейчас нету, нет тех скоростей которые были и сейчас например такие режимы как штурм, как регби, да, тот же даже захват флага обречен на то, что там довольно маленькое количество киллов. Да и вообще в принципе мало количества киллов у нас сейчас в матчмейкинге происходит с двойным хп, ну и ко всему прочему как бы все зацикливается на увозах, да, в штурме за атаку сейчас вообще в принципе грубо говоря 99% побед, потому что там задефить, ну я бы не сказал что невозможно. Возможно, но очень-очень сложно, да, что касаемо досрочек боев там по типу TDM, это тоже крайне-крайне сложно сделать, ну и в общем и целом ситуация обстоит такая, не самая приятная. Поэтому, когда я вчера узнал о том, что у нас на тесте вообще сейчас тестируются дополнительные слоты в матчмейкинге, да, то есть если у нас стандартно, дефолтно это 8 на 8, а тут уже тестируется как бы я так понимаю вообще без ограничений, чуть ли там не 16 на 16. Ну, 16 на 16 я думаю, что делать это глупо, а вот 12 на 12 это тот самый варик, который было бы наверное таки с моей точки зрения интересно увидеть в матчмейкинге. Интересно посмотреть как будет работать вся эта схема, да, как будет происходить динамика, да, я думаю, что там вообще будет очень много всяких прикольных вещей и определенно новые рекорды можно будет делать, почему бы и нет, почему бы и нет. Катки, конечно, здесь пока что на тестовом сервере остались по 5 минут и есть вариант, что вообще такое время в матчмейкинге останется уже на повседневной основе, потому что для меня, наверное, и так как бы там 7-минутные бои в большинстве своем заканчиваются либо там с досрочкой, да, либо там где 7-минутный бой, то он очень-очень долгий, очень скучный, да, то есть а 5 минут там как бы, ну, уже если уж смотреть правде в глаза, будет и побыстрее, да, и поинтереснее может в каких-то моментах тебе надо будет чуть быстрее все это дело принимать по решениям. Поэтому, друзья, насчет 12 на 12, что я вам могу сказать? Если реально в ближайшее время, все-таки у нас еще меньше недели, ну, там, ну, грубо говоря, недели еще осталось тестов, а разработчики, а именно Ореши говорил, что есть шанс того, что во время этих двух недель изменений экспериментов будет изменен какой-то момент, там, баланс или еще что-то, то чисто в теории я могу предположить, что уже, например, на этих выходных будет изменен и баланс, и количество игроков в матчмейкинге, и с этим всем матчмейкинг заживет новыми интересными, как по мне, вообще красками. То есть, если я сейчас, например, на 100% не согласен с тем, что у нас вообще это 4КХП легких корпусов, 6КХП средних, то есть Х2ХП всех этих замечательных корпусов, то при обычном балансе, при обычном балансе, ко всему прочему, сделать это 12 на 12, вы просто не представляете, насколько лютое мясо будет в картах, просто дикое. Насколько большое количество киллов можно будет сделать? Насколько большое количество опыта можно будет заформить сбоя? И формануть кристаллов, то есть, ты за меньший период времени формишь уже больше, да, то есть, если я, например, когда сделали на 6 на 6, был крайне недоволен тем, что, типа, как бы, ну, 6 на 6, ну, это понятное дело, что ты, как бы, увеличиваешь ХП, уменьшаешь количество игроков, соответственно, формишь меньше, да, и то, как бы, честно говоря, из этого мы уже как-то выход нашли, придумали, как можно сделать так, чтобы, как бы, и так было бы нормально фармить, но 12 на 12, это реально очень интересная вещь, очень интересная. И когда я узнал об этом, я был крайне рад, честно. То есть, для меня сейчас выход такой обновы, это дополнительное желание покатать с удовольствием в матчмейкинге, да, реально пофаниться, и, возможно, сделать новые рекорды, новые какие-то интересные видосы на этот счет, да, ну, и вообще, в целом, как бы, всегда такие движения, которые уже изначально, с моей точки зрения, смотрятся с позитивной стороны, это повод найти и контент, и дополнительное желание, да, то есть, это всегда интересно, когда у тебя есть реально что-то новое, и что даже до его выхода уже для тебя кажется не каким-то сущим дерьмом, да, типа там, по типу того, что у нас было на пресс-увеличенном хп, а уже изначально ты понимаешь, что, блин, реально это может быть очень интересно, очень может быть круто, то есть, 12 на 12, плюс динамика, плюс скорость, небольшое количество хп, то есть, это то, чего я бы хотел реально видеть. И для меня на данный период времени вопрос только один, реально ли это сделать? Я бы, честно, хотел бы, чтобы мы увидели такой матчмейкинг и могли, например, сравнить 6 на 6, увеличенное хп, медленное движение, долгая жизнь и 12 на 12, быстрая динамика, быстрая максимально скорость и вообще интересный геймплей, как по мне, да, то есть, как бы с этой динамикой и с быстрыми смертями и с 12 на 12, там, ну, кто будет люто нагибать, как и нагибал в матчмейкинге, сможет фармить жестко, делать нереально большое количество киллов, там, придумывать какие-то новые тактики, новые, смотреть какие-то режимы для себя, да, то есть, если вы там, например, играли только на этих ивентах, там, какие-то определенные режимы, то вы можете уже посмотреть с другой стороны, на другие форматы, да, рассмотреть игру немножко с другой стороны, потому что с такой, с такими изменениями, то есть, 12 на 12, плюс, как бы, обычное количество здоровья, то есть, это совсем другая скорость, совсем определенно другая скорость, и для меня, наверное, тот же, например, хоппер не будет уже казаться тем неубиваемым корпусом, да, то есть, который вообще там, ну, ну, это GG, то есть, кризис хоппер с увеличенным количеством здоровья, это настолько дичайшая имба, что, ну, мне вообще плохо становится, когда я начинаю их видеть, мне просто хочется ливнуть с катки и сказать, да, ну, и он нафиг, я не хочу даже играть против этой дичи, которая там летает, как бешеная, ее там еще и не убить, у нее хп много, а когда там у нее 2000 хп, ну, и пофиг с ним, там, что там, ну, кризис, там, не кризис, там, хп много, не много, да, пофиг, короче, поэтому я искренне жду, чтобы вышло данное замечательное обновление в игре с 12 на 12 матчмейкингом, и, по сути, если обратить внимание на то, что уже на тесте вчера вечером тестировалось данное движение, то я могу предположить, что уже на этих выходных у нас в игре будет данный замечательный матчмейкинг, но вопрос лишь в одном, какие карты у нас будут, будут ли маленькие карты, увидим ли мы песок, увидим ли мы тот же сандал 12 на 12, или же все маленькие карты, наоборот, уберут из матчмейкинга, как сделали с большими картами, и мы увидим только средние и большие карты, это самый интересный вопрос, наверное, для меня на данный период времени, и, конечно же, будет ли вообще это обновление в игре у нас, выйдет оно в свет или нет. Что вы думаете, друзья, вообще по этому поводу? Напишите в комментариях. Интересно ли вам было бы 12 на 12 матчмейкинг? Для меня это, ну, определенно что-то необычное, что-то новое, что я еще не видел, и если на тесте, ну, не особо сильно можно понять, да, насколько это круто, то когда это выйдет на основных серверах, когда мы увидим весь этот экшен, мясо, динамику, то я думаю, что можно будет уже полноценно высказать свое мнение по этому поводу. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайк на данный видеоролик, если он вам понравился, если не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!